Любовь и ностальгия по старинному пейзажу, по старым улицам и домикам, которые исчезают в сегодняшней архитектуре. Работы художницы Людмилы Цончевой отображают ее отношение к родному краю. Это мышление, такая экспрессия, своеобразное отношение к нашему окружающему миру. То есть пейзажи у него все такие музыкально-поэтические. То, что, наверное, многие наши художники, именно молдавские мастера, пытаются подчеркнуть в природе нашего края. Сегодня этой художницы уже нет, но ее картины имеют историческую ценность и участвуют в выставках, которые организовывает Товарищество русских художников Молдовы «Эм-Арт». Так, в Рыбницкой картиной галереи открылась выставка «Русская вет изобразительного древа Молдовы». Здесь представлены работы 40 авторов с двух берегов Днестра. Это совершенно разные направления. Здесь и реализм, и импрессионизм, и постимпрессионизм. У нас присутствуют здесь художники разных национальностей. И эта выставка организована товариществом русских художников Молдовы. Меня спрашивали, почему вот товарищество русских художников, но художники разных национальностей. Потому что представлены художники по отношению к русской культуре, к русскому искусству. Деревенские городские пейзажи, натюрморты, портреты, живопись, книжная графика, декоративно-прикладное искусство, фотография. Оригинальность замыслов, фантазия графиков и художников. Каждый автор рассказывает зрителю свое видение мира. Когда человек приходит на выставку, все равно есть какие-то работы, которые остаются в душе. В данном случае вот эта работа мне очень осталась в глубине души. Автор говорит, что это у него впечатление одного дня. Такое ощущение, что действительно работы выполнены с долгим пониманием. То есть прочувствованы не за один день. Выставка «Русская ветвь изобразительного древа Молдовы» организована в рамках проекта «Два берега, одной реки». Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, ЛикТВ.